и снова здрасте всем так у нас блендер 2 и 9 реализм сада значит я не зря начал в нем делать уроки так что прошу всех обновляйтесь скачивайте также напоминаю далее внизу есть ссылка на телеграм-канал если я что-то пропустил у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите не стесняйтесь по возможности отвечу вот ну и сегодня мы будем моделировать стены уже непосредственно в блендере попробуем может быть стены окна да как пойдет и будем знакомиться с режимом редактирования до этого работали с объектами мы видели есть объекта внутри есть данные а сегодня непосредственно с данными объектов так сейчас я вам чтобы было видно это и я установлю аддон чтобы вам были видны и клавиши которые нажимают так я сам это 2 и 9 только скачал вот если что какие аддоны нужны будут я буду их подключать так ну и для того чтобы начать моделировать стены нам нужен чертежек это до чертежка наверно я удалю кубик нажму 6 и создам play так покажем клавиши которые нажимаем все так первая да то есть режим редактирования edit mode отсюда его редко кто выбирает все нажимают клавишу tab и мы точно так же будем делать то есть видите быстрое переключение между режимом редактирования и объектным происходит под клавиши tab и сразу же у вас меняется вот эта панелька до обращайте на это внимание в каком режиме вы находитесь вот если вы зашли в режиме редактирования и нажали shift и клавиши скопировали какую-то сетку то по выходу из этого режима да вы не сможете отдельно управлять этими объектами да потому что объект один а сетка в нем состоит из двух до таких разных не замкнутых мешей вот если вдруг да так получилось у вас сюда в блендере есть возможность в отличие от 3d макса до внутри в режиме редактирования уже создавать какие-то дополнительные примитивы не оттачить их потом вот можно сразу тут создавать друг вы добавили какую-то там юри сферу вот ну давайте еще что-нибудь там их накопируем несколько вот то и у вас станет вопрос а как это отсоединить до в отдельные объекты первое отсоединить можно выделив объект целиком до какой-то но как вы понимаете вот выделять клац я вот так или переходить в режим в airframe вот так ну не очень удобно вы делаете несколько ненужных операций напоминаю alt-aid снимаем выделение shift-z я нажимаю чтобы быстро переключаться в режим решетки от последнего ну вот как это сказать допустим вот я был сейчас в режиме solid нажимаешь их z я обязательно в режим решетки перейду если бы я был в режиме до показа там материалов или в режиме рендеринга и нажимал shift-z то я видите перехожу в airframe но возвращаюсь в последний режим на который был вот то есть это сочетание запомните ими будем работать постоянно вот а еще отдельные части опять же дают для тех кто в максе это было по моему шестерку можно было нажать переходить в режим выделения элемент в блендере такого нет в блендере есть клавиша l вы наводите на объект нажимаете l и у вас объект выделяется целиком shift-l соответственно будет снимать с него выделения тут есть такой важный моментик например если вы в режиме вершин да сейчас мы в режиме вершин то чтобы выделить этот объект вам нужно будет наводить на вершину то есть если я буду вот сюда сейчас наводите нажимать блин по фикси лихда так хотел сказать да то есть раньше такого а ну вот например вот здесь видите только что сейчас сниму выделение вот здесь навожу я сейчас на полигон нажимать но не выделяется тут каким-то чудом это произошло то есть я если я в режиме работы с вершинами навожу на вершину l все объект выделим соответственно если вы в ребрах находитесь то наводите на ребро для выделения объекта целиком ну и в гранях на уже можно на саму грань навести у вас также объекте выделяются думаю с этим все понятно да как выделить ну и следующая как отсоединить выделили нужный объект нажимаем кнопку кнопочку п это операция separate или же она где-то вот тут по моему доступно но проще запомнить клавишу п еще есть такая штука операцию запомнили до separate есть f3 нажимаете это у нас поиски и ищите например знаете да как она называлась и вот да вот эти операции которые предоставляют менюшка separate мы можем отсоединять отдельные вот можем отсоединить выделение отсоединить по материалу дальше будет об этом и отсоединить и рассоединить все отдельные части да то есть вот этот вот весь mesh он на отдельные куски как бы распадется нажимая клавишу п selection то есть видите я отсоединил выделение в аутлайнеры вы сразу видите что наш объект нему там переименовался 001 добавил оси он отсоединился да но мы еще в режиме редактирования в режиме редактирования вот этого плейна вот могу выйти и посмотреть убедиться в том что стали у нас объекты разными и помните что отсоединенный объект будет получать пиво тот родительского элемента дешево еще взяться ну и вы знаете вроде уже что если вы нажмете дабы в и а и выберите вот операция с это риджи то есть мы можем выбирать куда нам установить этот оригин или же можно нажать object опять с это риджи и выбрать где он должен быть или же напомню что вы можете переходить в режим управления непосредственно вот этим пиво там до клац 0 origin и как в максе тоже можете его посовывать и установить куда надо а не забывайте выходить из этой штучки вот но проще всего нажать на пирс это риджи на риджин ту джонатре все внутри геометр появился вот еще раз зайду сюда на нажму например а выделил все п бою спад сюда и теперь видим у нас все это объекты теперь разные вот то есть если вы что-то там да вы забыли выйти и создали новые объекты не беда вот всегда можно сделать в общем как мне кажется дают 3d графика вообще весь на такой сырой продукт и тут вообще нельзя говорить лучше что-то тут нельзя вот и я да возможно я чего-то не знаю но чтоб нельзя нет я думаю можно вообще все если что-то нельзя то можно написать какой-то аддон и по-любому опять станет можно так теперь да то есть по отсоединяли хорошо вот эти объектики удалим с нашим плейном вернемся нажимая семерку перейду вид сверху нажимают об захожу режим редактирования вот у нас то есть есть режим да с чем мы можем манипулировать то есть с вершинами ребрами и гранями или полигонами или фейсами вот вот эти режимы переключаются циферками 123 над буковками которые да не на цифровой клавиатуре цифровая клавиатура для видов а вот так еще вы можете например с шифтом удерживая shift и мышкой выбрать все три режима и тогда то что вы будете выделять то и будет в общем выделяться да тут все просто а также есть меню ну меню в юану всегда доступно селок тоже доступно есть меню это доступно то что мы можем делать с мешем опять перечислять считаю такой как бы глупостью все равно не записывать не будете не запоминать то есть все эти операции по мере их необходимости когда к ним будем подходить я буду там камер гентировать вот и есть еще такие вот три меню которые я буду вызывать опять же горячими клавишами но их легко запомнить вот меню для редактирования вершин ребер и наших фейсов да то есть и все они от буковки нажимаем control в и вот она у менюшка для управления нашими вершинами control е ребрами control f фейсами вроде бы все легко если нужно поработать с ювиха и нажали клавишу вот и вылазит меню для управления этим есть меню w это еще такое контекстное меню вот у того кто выбрал выделение левой кнопкой мыши она будет выскакивать по правой кнопки мыши вот тут не путаться ну и так же вам доступно ваше меню до которое быстрое меню она на клавиши кью расположена и она будет отличаться в объектном режиме видите ну вот например я добавлю в объектном режиме шейд смуз делать операцию да там часто делаю правой кнопочкой и добавляем вот видите пью нажимать и появилась команда 6 смуз да а если я нажму так перейду в режим редактирования нажимаю киу тут нет этого ничего то есть разные такие меню вот еще есть такая вот штука у многих почему-то снимают выделение ничего не выделено и говорят да вот тут кстати сейчас еще надо умудриться как-то снять выделение альта нажимаю допустим а все равно он запомнил что последний был выделен наш play не тут доступен и dit mod да хотя мы вроде бы как и сняли выделение со всего откуда вам знает что мы сейчас playman как бы какой-то активный элемент вот но смотрите прежде чем там кричать а где у меня нет и dit moda убедитесь что вы выделили объект который режим редактирования которого хотите зайти и убедитесь что у вас не выделена камера или лампочка да у них нет edit moda у них нечего редактировать у них есть своя вкладка данных и тут редактируются эти параметры то есть вот это важно также кстати вот эти к камера лампочка да могут нам мешать иногда и вот тут тут можно уже там обратиться даже коллекция да давайте в аутлайнер я еще включу вот эту штуку и включу вот эту и вот эту но пусть они будут вот эта штука будет замораживать объект да то есть если я возьму плену выделю вот это я его не смогу теперь выделять и перемещать вот это это скрыть его во вьюпорте вот это иконка это скрыть на текущем слое об этом тоже поговорим как бы потом не забивайте себе сейчас голову вот а это скрыть из рендеринга да то есть вот в таком виде когда вы глазик скрыли тут он отсутствует объект только во вьюпорте если вы будете рендерить нажимать и в 12 все равно его будете видеть вот а если вы кликните сюда и нажмите в 12 теперь он пропал вот а еще коллекции ну грубо говоря это папочки вот и можно все распихивать по папочкам давайте я например сейчас play удалю вот а вот это у нас есть коллекция давайте назовем ее как бы там свет камера можно студия назвать вот да то есть опять же папочка можно ее скрыть все содержимое как еще можно создавать папочки то есть ну есть пиктограмм когда думаю тут все просто и тогда все сродни вот этого да то есть в папке могут быть другие папки тут точно так же давайте это удалю я правой кнопкой удалить вот и сцена это наша сцена это как самая наша главная папка вот и тут опять же могу создать new collection но опять же в блендере так никто не делает потому что можно и создавать и переносить разом например я создал plane нажимаю м словом муж и я могу переместить в какую-то коллекцию или создать новую вот и это пусть будет моя модель вот и нажимаю ok видите создалась новая коллекция и в ней наш плейн вот есть такое правило до хорошего тона всегда ваши модельки объекты в сцене называйте вот я разделяю меня ничего такого уже не выходит ну и это же мне усложняет жизнь дальнейших потом вы начинаете копошиться среди плейнов когда вы попытаетесь вставить какой-то файл из другого файла у вас опять же да как вы разберетесь если у вас play 0 1 и таких там 100 хотят все разные объекты я многое начинаю это моделировать именно с плейна вот это у меня беда такая вы надеюсь учтете мои ошибки и будете объекты все называть так и теперь да что мы как бы вот приступим первое нам надо загрузить наш чертеж в прошлом уроке мы делали в скетчапе стены вот и я брал вот это тот свой проектик да тут будет комната одной бабушки вот бабушки женщины сделаем ее теперь тоже постараемся как-то более-менее в размерах а в размерах нужно стараться делать как ее сюда загрузить вот нам непосредственно нужно сделать так чтобы она появилась в viewport и в 242 79 у вас было тут пунктик бэкграунд сейчас его нет зато у вас появились пунктики если нажать shift и и есть вот image reference background тот я реально не понял в чем прикол выглядит идентично может опять же я чуть не знаю да если знаете напишите в чем у них отличие возьмем reference и перейдем рабочий стол вот выберем наш скрин и загрузим и тут важно чтобы вы когда грузили вот я сейчас был в виде топ да многие спешат например я его удалю а я опять сделаю shift и image reference и выберу его видите он загружается относительно вида да то есть вот таком плоский а нам я мне нужно чтоб он появился на виде сверху да соответственно неправильно поэтому я сначала перешел в ортографический вид который мне нужен и затем уже выбираю выбираю мой рев вот еще одно такое правило до всегда сохраняйте ваши файлики вылетают все редакторы так нажмем сейф и вот это у нас будет папка с проектом до нашим вот тут я и буду делать и назову его план так у нас один уже план был там до план этот был скетчап напишу blend так ну и поехали первое дам первое нам нужно будет как-то это совместить в масштабе вот тут опять же я делаю беру какой-то размер например четыре с половиной вот метра и выставляю свой play точно так же да то есть перехожу айтамут есть dimensions и ставлю ему по иксу так мышь маршрутом в миллиметрах мы пока в метрах да давайте выберем тоже миллиметр и будем работать в миллиметрах переходите в юнице и выбирайте 4500 на 4500 напоминаю что можно было просто протянуть у так левой кнопкой мыши в одном поле написать нажать enter и все стало так потом не забывайте да я рассказывал в прошлых уроках про этот масштаб что мы масштабируем по сути контейнер а нам нужно еще и данные пересчитать нажимаем мир control и вылазит меню и play и play и нажимаем ски вот на то есть изменили дальше нам нужно подскелить сам само изображение выделили его и начинаем ски влазит квадрат в 450 то есть все нормально дальше что я еще делаю во первых можно заблокировать этот эмптик потому что потом будет неудобно выделять объекты иногда будет перекрывать еще будет перекрывать если вы вот этот риф перекладете на передние планы а я это делаю да сейчас он сзади я ставлю фронт и делаю его прозрачным чтобы он не так не мешал и также отключаю видимости его в перспективе да то есть перехожу в перспективу чтобы он пропадал надо вам если вдруг смотреть пожалуйста смотрите в любой момент можно вернуться но и также вот этому объекту я ставлю да вот чтобы не выделять его ну и дальше начинается отрисовка стен вот я это делаю так беру квадратик куда-то да с какого-то угла начинает с масштабируем вот допустим где-то так вот и далее нужно отрисовать это все что мы делаем переходим в эдит мод правильно потому что в обжект моде это наша сумка мы переносить куда-то можем а тут теперь нужно содержимое этой сумки поправить поэтому переходим в эдит мод да я клавишей тап это дело перешли вот и тут несколько до отступлений самая такая частая операция в 3d моделирование это экструдирование их там несколько есть как бы бриджи мосты экструдирование вот инсет и и мы с ними разберемся и бэвэл и в принципе наверное все выучили один редактор в любые другие будете переходить вы будете видеть те же самые команды вот и экструдирование вот тут наверно кто знает макс да будет зависть час точки до точки можно экструдить в блендере точки можно копировать в блендере к точке можно соединять в блендере да на основе выделив эти точки опять можно сделать полигон можно экструдировать удерживая просто control и кликая мышью можно опять например по экструдировать вот сюда вот так а потом выделить какие-то точки и где я хочу делать ребро наводить курсор и нажимать буковку f и он будет это закрашивать в общем это круто и не давайте как бы по порядку но операция экструд да то есть у вас есть здесь пиктограмм к еще экструд рейджон вот но сейчас давайте как бы упустим даже этот момент ну в можно выбирать это нажимать тут плюсик да куда-то она там он едет нет мне это не нравится и вам не советую да зачем мне эти манипуляторы если я знаю что нажать клавишу е от слова экструд вы можете перейти вертекс и и видите вот операция что-то тут не указано буковка е но если вы нажмете ведь у вас сразу залипает и экструдируется точка опять же операция экструд это значит экструдировать и переместить и в момент нажатия не зажать и а нажатия клавиши и вы экструдируете и перемещаете а если вы не хотите перемещать вы правой кнопкой отменяете операцию но экструд у вас уже произошел да то есть это уже у вас тут две точки но в одних и тех же координатах об этом нужно помнить и не платить двойных вершин вот пока что удалю кстати вот а удаление когда вы будете нажимать икс или делит он у вас будет теперь спрашивать а чё нам надо удалять дарину и тут тоже все потихонечку пока что удаляем вершине вот если вы выделите две вершины вы уже по сути выбора выделили ребро и нажмете е на то есть у вас будет уже как бы полигон появляться экструдироваться если вы выделите четыре вершины или там три но в данном случае так 4 если я сейчас просто внук полигон может и из трех вершин состоять до к примеру выделю 3 нажму и у нас как бы экструдируются ребра вот отменю операцию а если выделю 4 видите подсветился и полигон а то мы выдавливаем уже полигон а отменю опять операцию вот еще по точкам экструд когда вы его нажимаете переместить дату и вы тоже опять можете выбирать ось и вот тут смотрите да на оси но вот это вот штука видите я нажал е орально да пропадает и вот это вот опять же новичков в в заблуждение вводит но вы видите красную линию значит знаете что перпендикулярно будет зеленая линия и то есть оси y а если я сейчас нажму y видите у меня по y только перемещается и все тогда происходит ровно отменю то есть смотрите на нажать и а потом y и тогда вы перемещаете по оси y еще дальше вы можете например указать 1400 миллиметров и нажать enter и тогда у вас точно по размерам да все переедет можно еще делать вот так например когда вы нажали я чуть-чуть потянули кликните на нажмите на колесико мыши и он сразу же вам за как бы сделает привязку по оси который ну направлении которой вы потянули вот этим экструдом точку да можно потянуть вот сюда сделали опять там е выбрал вот сюда опять клик да не давить как бы ничего не надо и так в общем то быстрее все происходит вот поэтому я буду делать так так ну и что да помаленьку начинаем возводить стены тут можно вы можете выбирать выбрать или ребро нажав двойку на выбрали по сути вы тоже выбрали две точки и тоже нажимаем е клац только увидите я сразу клацнул и направление какое-то не то escape нажал но у меня уже экструд произошел и вот это вот частая ваша ошибка да то есть у вас появляется вот тут как бы дубле вершин и этого делать не нужно в блендере кстати это очень хорошо заметно вы видите выделение как у вас идут градиенты если вы выделили вершину и видите что куда-то вот видите градиент не пошел значит здесь две вершины и здесь выделяю что-то тут не то вот и операция там в максе это в элт здесь эта операция была риму даблс раньше а теперь эта операция называется ну короче нажимаем клавишу м в блендере 279 было alt м да у нас мерч вот как бы соединить а вот она в мыши находится видите буковка м вот и мы можем там как-то соединять и можно соединять по дистанции соответственно если я выберу by distance видите вот вылазит наше менюшка последних операций и тут у нас указываем дистанцию минимальную которая будет считаться что находятся точки в одних и тех же координатах да и только не забудьте перед этим до выделить все и не забывайте что вот так я не выделил все потому что смотрите оп потянул да я выделяю только видимое чтобы выделить все нужно или переходить в режим x-ray или что я делаю часть перехожу в режим в airframe а теперь я могу где выделить все ну или нажать клавишу а и теперь нажимаем by distance и видите вот внизу тут написала ремонт двиг короче вершины удалила на и теперь тут все у нас хорошо дальше например можно выделить эти же две точки нажать g да то есть grab операция перемещать и тут точно также будет работать вы можете нажать например y я пока вот отменил или взять опять это поехали то есть операция grab и кликнуть колесико мыши клац и видите он тоже по оси приехал вот дальше окно из у меня будет из пола поэтому я там ничего делать вот сейчас дальше не буду тут ну в принципе сделать до чтобы было понятно можно по по-разному но я буду себе делать лишние моменты сейчас покажу один момент дальше да как продолжить вот там легко выделили ребро шифт д кликнули колесико мыши переместили вот сюда опять нажимаем я кликнули переместили вот сюда вот тут я думаю уже сразу такое понятие до должно в голове зарядка зародиться как же вот сюда поехать а для этого нам надо еще как бы создать разрез да то есть вот мы поделили мы еще раз про экструдировали у нас появилась еще одно ребро и соответственно мы можем вы выделить вот эту вот часть и поехать дальше и тот же момент например ну могли сделать чуть по-другому я мог бы доехать вот сюда а потом вот здесь подразделить подразделить два ребра можно опять же несколькими способами если нажать дабы вае и выбрать к примеру сам девайд видите подразделилась а в менюшке вот этих последних операций вы можете еще количество выбрать это первый там способ отменим его второй чаще всего используется лупка тэн слайд а опять же существует во всех 3d редакторах вот вот она операция и видим у нее есть горячая клавиша control и я советую пользоваться непосредственно горячий клавиш нажимаем control r наводим на какое-то ребро и он нам строит перпендикуляра если будем крутить колесиком то мы будем добавлять вот эти ребра подразделения да то есть выбрали настроили и кликнули и у нас следующий как бы этап мы можем его куда-то перемещать если перемещать нам не надо и мы хотим его ну в данном случае нам надо да ну а вдруг мы хотели по центру сделать тогда мы перемещение просто отменяем правой кнопкой видите она по центру и опять нажал g нажал g выбрал направление кликнул колесико мы не могу подразделить вот то есть способов несколько я думаю это еще не все можно еще чего-нибудь по придумывать как это делать давайте я еще чего-нибудь придумаем да я беру выделяю одно ребро дабыл с обдевать то есть поделил второе ребро опять поделил а когда я поделил ребро это значит что что у нас тут появились вершине правильно вот две вершины я могу соединить и вот тут от соединения тоже есть несколько способов ну первый способ это f нажать до типа фил заливка но тут этот способ не прокатит я вам сейчас покажу еще почему здесь нужно нажимать джоин 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 вот я нажал как эта операция нас а вот connected так спас да то есть мы соединяем путь вершины тут у нас как бы разрезается грань ребром вот они создалось просто ребро так наверное непонятно до чем я сейчас покажу на примере какого-нибудь плейна куда-то переехал и сделаю такой момент возьму две вот эти вот вершинки и их немножко вниз опущу а вот такая вот штука получилась треугольник да еще вот смотрите как то есть каждый четырехугольник он по-любому состоит из треугольников и его можно было подразбить или вот так да он мог поделиться но вот компьютер решил что он делится вот так и вот тут я вам покажу что значить f да то есть фил соединить я выделяю две грани и нажимаю f и видите что сделала он ничего не разрезал он просто создал в ребро вот она зам это не устраивает поэтому тут не путайте а потом на то будете вам долго и нудно чистить свой мэш вот хотя на плоскости возможно блендер бы все пронюхал ваш задум да и все бы получилось но давайте я нажму теперь джей видите как где он как бы подразделил до где появилось ребро но я нажимаю джей и вот а вот теперь он реально это прорезал и у нас изменилась как бы геометрия вот то есть вот в чем такое отличие так ну да соединили можно их выделить опять нажать g5 выбрать направление куда кликнуть или указывать ось и поехали сюда нажал я буковку 2 и перешел в ребра то есть видите вот буковку циферку видите вот эти что нажимаю обращайте внимание ну едем дальше 5 е операция экструд да поехали вот сюда тут я понимаю что у меня должно подразделиться вот поэтому я это делаю сразу вот здесь подразделю и вот сюда дальше этом не планирую ничего коридор делать да поэтому так здесь выделяю сюда ребрышка поехали сюда теперь нажимаешь и дэ могу y нажать видите по игреку поехал то есть поступать можно как захочется вот опять нажимаем е вот сейчас я ей сделал забыл указать направлении у меня тут уже четыре вершины можно нажать control z она отменится 5 е нажимаю на можно вот y указать вот сюда так ну вот эти вот я не буду тоже делать у нас как бы все просто и доедем вот сюда и тут сразу вот видите нам нужно чтобы стена была ровно это поэтому когда вы начинаете что-то делать вы сразу можете привязки включать так привязки к вершинам нам надо вот и я мог бы привязать сразу же в момент экструда то есть сейчас мне надо опять нажимать джей выбирать зажимать control наводить сюда а мог бы да еще вот на этапе когда я не про экструдировал нажать и кликнуть колесико мыши зажать control и навести сюда это операция произошла намного быстрее до 5 е кликнули control сюда вот а вот эти вот штуки да нам нужно спаять и тут опять есть несколько способов ну первый это долгий до control сюда поехали опять control зажали включаются привязки да я активируют этот магнитик его можно активировать shift плюс таб вот а можно удерживая control у нас активируются привязки подъехать сюда вот затем как бы выделить все нажать м а и distance видите две вершины удалились то есть теперь мы тут все слепили да вот а можно было сделать иначе и вот так я думаю было бы правильно выделили раз ребро выделили два ребро и у нас между ребрами на ребра выделяем то есть в менюшке есть такая операция britchett schlubs создать мост из наших петель ребер но сейчас это покажу не петли просто ребра поэтому нажимаем я нажму control и britchett schlubs да и создал петлю ребер вот дальше начинаю как бы вытягивать эти стены вот и когда вытягиваете стены то есть вы должны знать что это за стены у меня первое так нарисую мои высоты первая высота с которой мне нужно будет столкнуться да это 270 это будет высота окна а высота стен там она вообще 330 да ну там будут ну короче сделаем 330 а 2 330 то есть мне нужно произвести несколько операций экструд вот я сейчас нажимаю а и я уже выделяю непосредственно полигон если я теперь нажимаю е они видите двигаются относительно своей нормали сейчас еще такое отступление нормаль это как бы перпендикуляр у каждого полигона да то есть вот его направление вот такая штука стоит еще у каждого полигона есть как бы лицевая и обратная сторона и нужно часто вот это вот выворачивать и стыкова вашу все были там смотрели на нас лицевые стороны и тут вы можете к примеру перейти в оверле и вот включить видите нормально нормально для полигонов и отобразить их видите то есть у каждого есть перпендикуляр чик если я выделю вот этот полигон полигон значит перехожу нажимаю тройку полигон он поехал вот сюда да то есть относительно своей нормали вот кстати в 29 же появился вот этот экструд манифолд да это такой экструдирование как с кетчапе сейчас тоже там рассмотреть то есть если вы обычным экструдом вот так выделите полигон нажмете ей поедете вниз видите он не сожрал этот полигон вот тут у вас дублировала сетка вот эта сетка еще и ни к чему и не привязан вот есть так делать не надо а если бы вы выбрали вот этот экструд манифолд и потянули видите он удалил эти ребра ну в принципе опять же сетка не очень хорошая каретная в плане того что появляются там многоугольники вот но уже можно да можно делать как скетчать я как бы все сейчас отменю и видите вы когда делаете отменим отменен да и вот эти вот штуки я тоже пока я экструдирую раз еще раз видите у меня есть лупы так называемые да то есть вот прорезь почему лупы это кольцо до кольцо ребер я могу нажать alt и клик и выделить сразу же это кольцо ребер могу добавить второе кольцо ребер к выделению а добавляем мы шифтом а если я еще и хочу петлю ребер да они просто ребро тогда я еще shift и альц зажимаю и кликаю и петлю ребер выделил но мы хотим поднять стены да и сделать все хорошо значит я вот там же нарисовал первое 270 потом 230 у кого окно не от пола то еще она там обычно на высоте 850 миллиметров но первое дело нажимаю е и пишу 2700 и видите поехала вниз потому что нормали у меня туда смотрели изначально было вы вывернута но это не беда вот вы я сейчас видите enter еще не нажимал я написал на цифровой клавиатуре и теперь я нажимаю минус просто да то есть другую сторону а теперь enter и теперь следующая да то есть мне еще на на 60 сантиметров или на 600 миллиметров поднять чтобы получилось как раз 3 300 опять нажимая опять пишу 600 эти опять поехала вниз вот то есть почему едет вниз если вы включите нормали кстати непонятно почему из нормали вроде бы смотрят нужную сторону едет вниз так я этот момент не понял и вот он в направлении оси да то есть о оси за это ну-ка есть что так правильно выходит когда было выделено все а вот вот этот вывернут видите вот здесь мы видим нормали а вот здесь нет этих нормали они тут в серединке все спрятались вот если на это дело посмотреть возьмем ропнем видите все внутри появились вот как это сделала вывернуть мы должны выделить все на и цити в мэш нормалс и пересчитать на пересчитать как бы нашу лицевую сторону и вот они теперь все смотрят в одну сторону и соответственно и операция экструд было бы уже ну происходило правильно и в нужном направлении по отношению к нормалям а почему она происходила в обратном потому что вот тут скорее всего вот был выделен активный полигон с вот этой стороны где нормально были вывернуты так ну в общем стенку да пока что банальные простые но мы подняли вот и теперь я сделаю вот так раз-два выделил два полигона шифтом нажимаю control е и вот bridge edge loops да вот почему операция bridge edge loops то есть у нас из-за джей ребер есть вот лук петля и он именно между ребер вот между этих петель создает мосты до нажимаю делаю bridge вот появился мост раз теперь вот здесь надо сделать а и тут видите кстати надо же отменить я забыл один момент двери у нас на 2 30 страти ну так бывает все мы люди мы можем ошибаться и это нормально вот ну ладно да можно конечно там все отменить но я могу как бы и попробовать сделать лупы да вот я делаю лук control r обычно делаю вот так опускаю до упора это значит ноль а потом нажимаю там джи сет дар по оси z и пишу 2300 есть но вообще да можно было сара заранее то учись учесть то есть дверные проемы сформировать то есть три операции как струк теперь вот здесь сделаю контролер да нажму джи сет control держу сюда навел сделал так теперь выделяю вот этих полигон и я тройку перед этим нажал вот тык тык control е richard schlubbs соединили да давайте вот это вот уберем уберем вот то есть все хорошо едем дальше попробуем сделать сейчас окно пока что окошко будет банально мы вроде бы только начинаем только вводимся я думаю у вас будут объекты чуть побольше и вы пострадаете чуть дольше вот ну вот например мне надо сделать окно вот здесь да и тут я делаю всегда не так там например shift и опять добавить какой-то plane подтащить его на место развернуть до полно 90 градусов и начинать вот это его подстраивать глупо это да потому что у нас уже вот в этом объекте стекла уже есть грани нам нужны и там где будут ребра да где будет окно я их вот выделяю нажимаю shift копирую вот и теперь мне их нужно отсоединить и в другой элемент потому что у меня есть стены и ну стены это никак не окна и лучше их тут и не держать я нажимаю p и select отсоединил да и вот тут можно уже сразу назвать и window вот и из этой штуки сделаем сейчас окно я выхожу из режима редактирования этого объекта выбираю наше окно и захожу нажимаю tab захожу сюда вот тут кстати мне уже мешают эти стены да мы вспоминаем про слышно цифровой клавиатуре который нам перейдет в локальный вид вот ну и поехали так делаем да значит окно первое я захожу режим редактирования единицу нажал выделил вот эти две точки там нажал f вот эти точки у меня будут лишние да и вот тут я их хочу удалить и вот тут первая такая запарка у вас будет x точки удалили на все пропало ну конечно вы бы могли опять выделить две точки нажать f вот но так не надо делать эти точки можно растворить дам в в 3d maxi control бэкспейс по моему было в блендере немножко по-другому можно нажимать control x или вот изменим выбирать даде слов отсоединить эти точки видите пропали или вот нажму сейчас control x тоже пропали то есть мы их отсоединили выделил все нажал f залил полигон f операция как бы силу залить вот а дальше например я сделаю двустворчатое окно кстати вот тут она не открывающаяся в этом в этой комнате знаю почему вот так там сделали вот поэтому и не будем его моделить открывающимся хотя можно и попробовать так тут я постараюсь как бы немножко еще ускориться да я думаю все станет как понятно будет что-то непонятно пишем в этом в телеграме сделаю что-то поподробно то есть первое мне нужно разделить на пополам нажимая control r навел кликнул перемещать не хочу поэтому правый кнопку клик мышкой вот дальше я выбираю полигон я это делаю тройкой да и до дальнейшем так и буду делать выделяю вот эти вот штуки и следующая операция там незнакомая где она вот in set face да то есть вставить на основе эти сделать еще один вот делаем нажимаем клавишу ай да и видим у нас происходит вставка полигона можно повторное нажатие нам даст возможность вставлять для каждого полигона свое вот что мы и будем делать сейчас пока отменю так извините отлучался то пинцы да то есть можно выбирать отсюда мы не поклонник до всех этих штук если вы выберете у вас тоже там что-то появится я даже не знаю как она работает допущенник никогда я там живущий с блендера 2 и 5 и все привык сделать горячими клавишами вы хотите попробуйте эти пиктограмм кида то есть я выделил плоскость нажимаю 1 ай он все выделение делает ему inset вставляет один как бы фейс вот если вы второй раз нажмете аль да вы поделите и также я теперь там пишу например профиль в окна там пишу 60 миллиметров писать о 60 миллиметров так сделал да дальше например если мне нужны будут как бы окна да так есть какая-то тут операция по моему нету то есть я вообще как делаю вот это вот можно все под подсоединять до выделив грани нажать в но только он что-то иногда тупит илья туплю а всякое бывает но я делаю вот так я выделяю их нажимаю shift d вот и как бы x сдвигаю в сторону и нажимаю h h это от слова хоть спрятать спрятать выделяю вот эти нажимаю 3 и удаляю фейсы именно потому что если я удалю сейчас вершины вот что получили если я например выберу удалить ребра вот что получили то есть нам непосредственно только фейс и на x face теперь выделяю все нажал нажимаю е и тоже там тяну на 600 на 60 миллиметров да только в другую сторону я там нажму минус вот сделал эти части а теперь надо сделать как бы штабик такой себе тут сразу говорю да каковы вы сторону там будете рендерить вот стой и надо делать ну сейчас сделаем как быстро а он по-любому жда на окне вот с одной стороны в следующем как бы уроки мы сделаем окно там другим способом и сделаем его более детализированным с возможностью открывать и будем видеть как-то еще механизм а тут упростим задачу я перехожу в ребра вот да то есть мне надо выделить вот эти ребра по контуру вот тут вот тут чтобы сделать им операцию скос бэвов фаска и я мог бы зажать shift и кликать вот тут но кликать это все долго тем более что я сказал что это петля значит я зажимаю alt и клик делаю вот тут тоже мне выделить надо но если я просто опять alt и клик меня просто сюда перебежала выделение мне нужно добавить к выделению значит я удерживаю shift alt и кликаю здесь здесь и здесь вот теперь операция следующий репта бэвов фаскать и будем использовать часто вот и тоже по мере применения буду говорить я ее вызываю вообще сочетанием клавиш control b можно было выбрать из них control b нажимаю и тяну мышкой видите и появляется скос если в этот момент вы будете крутить колесико мыши вы будете добавлять сюда ребра вот ну сделали как-то класс появилась также да в меню последних операций есть ему кучу настроек и в блендере 2 и 9 тут еще и больше появилась вот но тут я сделаю там как бы ширину этого скоса так еще дочку вот что я еще забыл да там рассказывал что надо применять этот скилл я думаю что размеры как-то не совпадают видим скилл не на единице это неправильно я сейчас в обжиг моде нажму control и и применю скилл вот теперь скилл на единице вот теперь зайду в режим редактирования блин надо мне отменить этот скос чтобы все было правильно вот отменил теперь выйду в обжиг мод нажму control и и применю этот скилл все видим единицу теперь мы наши операции будут выполняться правильно и с правильными значениями да еще раз да напомню этот момент я создам play смотрите я его сейчас масштабирую видите масштаб изменился то есть иди меньшин или изменилась и мы вроде такие думаем что мы работаем в режиме редактирования теперь с размерами вот сюда там 400 миллиметров а на самом деле все не так я захожу в режим редактирования показываю длину и мы все равно видим два и два и два метра соответственно все те значения которые будем вводить при инците при экструде да они будут ли несколько отличаться вот но если я применю масштабирование до нажал control и скейл видите единицы заходим сюда у нас пересчитались тут размер вот для чего это то есть я применил теперь опять захожу в режим редактирования у меня все выделено уберем эти вот лэй не мешает вот нажимаю control b потянул классно да во и тут я теперь могу выбрать до ширину этой фаски пусть будет 20 миллиметров пусть тут будет хотя в принципе того бы хватило но давайте сделаем 10 вот и с одной стороны этот штапик я еще сделаю штапик опять же есть какая-то линия разрыва куда на он крепится нажимаю альт-клик выделил этот клуб опять альт-клик и этот вот и нажимаю control b и потяну вот тут я уже потяну на глаз и кручу колесико да мне не нужно много там ребер вот так мне нужно два делаю так нажимаю е и чуть-чуть утоплю вот так да сделали хорошо вот и дальше мы можем нажать alt h как знаем в блендере с альтом это типа отмены а тут мы прятали стекла до альтаж вот стекла появились вот только смотрите будьте внимательны до появились и появились еще у нас было текущее выделение вот поэтому я сначала сброшу а то если вы сразу начнете совать у вас это кое-что получится этого не надо alt а вот теперь эти элементы вы выделил перешел на вид сверху gx сюда а можно нажать 6 z чтобы попасть в режим прозрачности передвинули 5g x сюда и нажимай е и экструдирую как бы стекло да то есть вот готова также вот этот origin геометрию вставить показал нажимаю слэш до показали все вот в принципе да как бы дверь можно сделать по той же технологии так не учить сюда задвинем и как видим да вот эти вот штабики я сделал не с той стороны это операция легко решается просто зеркалится зеркало можно добавить вот отсюда и видите интерактив миррор control м в принципе она так и будет вызываться или сразу вы можете да там по глобальной оси x так на поменяли вот она перепрыгнула я же опять же горячими клавишами я просто нажимаю control м и он ожидает сейчас от меня какую ось я в виду нажимаю x все и клик мышкой и у нас все применилось на теперь окошко там где нужно вот ну с дверкой да попробуйте сами но для начала на следующем уроке я нарисую дверь такая задача максимум сделать распашное окно ну не начать потом делать корпусную мебель да то есть пока что все такие простые операции а далее когда будем делать моделировать кроватку нашу да она уже мягкая там будет уже симуляции ткани да то есть как один из способов моделирования это симуляция вот сделаем там полы и шторки и так далее в общем до новых встреч есть вопросы телеграм-канал пишем постараюсь ответить всем все всем спасибо до новых встреч